Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Лето в этом году наступило несколько неожиданно. Естественно, наш народ тянется на природу поближе к воде. Но, к сожалению, не все соблюдают правила безопасности на воде. И вот как раз на тему безопасности на воде сегодня мы поговорим с главным государственным инспектором Рязанской области по маломерным судам, начальником отдела ГИМС Главного управления МЧС Рязанской области Станиславом Егинова. Здравствуйте! Здравствуйте! Станислав Петрович, как вообще часто происходят какие-то происшествия на водных объектах? Ну, к сожалению, сказать, что они бывают редкие, я не могу. По аналогии с прошлым годом, на сегодняшний день у нас 9 человек, а в прошлом году было всего 6. И самое печальное, что два последних выходных нам принесли два трупа молодых людей 75-73 года рождения. Значит, по предварительным данным, они привели себя в состояние алкогольного опьянения и то ли пошли купаться, то ли по каким-то непонятным причинам попали в пруд и в этом пруду утонули. Ну, вот такое увеличение количества пострадавших, да, с чем вы его можете связать? С тем, что тепло у нас так рано наступило? Я бы не сказал, что тепло. Я хочу сказать, что, в общем-то, то отношение людей к своей жизни, особенно состояние алкогольного опьянения, оно, хотя, и вот если брать статистику, на протяжении последних 5-6 лет количество гибели людей на водных объектах уменьшается, но сказать или надеяться на то, что оно уменьшится, ну, к сожалению, нужно честно признать, невозможно. Почему? Потому что, во-первых, как правило, люди выходят на воду именно для отдыха, и почему-то они воспринимают этот отдых обязательно с чрезмерным употреблением алкогольных напитков. А в состоянии алкогольного опьянения человек неадекватен. Он не может ту обстановку, окружающую обстановку, вода, какой берег, в каком месте оценить адекватно и, естественно, себя повести так. И, как правило, получается, что в каких-то массовых мероприятиях люди там отмечают какой-то день рождения или еще какой-то праздник, то есть просто вышли отдохнуть, и если они чрезмерно употребили алкогольный напиток, как правило, в результате у нас потом труп. Ну вот, а помимо злоупотребления алкоголем, какие еще причины становятся? Ну, вы знаете, вот из 85% гибели – это состояние алкогольного опьянения. Остальные проценты, они разбились на купание в необорудованном месте. Затем небольшой процент – это люди со слабым сердцем, то есть холодная вода, сердце не выдерживает, останавливается. Вот, в общем-то, вот эти вот три основные причины. Мы рекомендуем купаться в оборудованных местах, то есть это пляжи, или же в местах массового отдыха, которые обследованы водолазами. У нас есть поисково-спасательная служба, которая занимается обследованием дна до глубины двух метров и в зависимости от того водоема, то есть протяженности этого места отдыха или пляжа. То есть если это пляж, то однозначно это место, дно полностью очищено от железок, стекла, всего того, что после весеннего половодия могло там остаться. Поэтому он и пляж, и там на пляже обязательно есть спасательный пост. И если взять статистику, то за последние, наверное, 8-10 лет гибели на пляжах не было. Было у нас два случая, что в районе пляжа, но уже после закрытия пляжа, опять в состоянии алкогольного опьянения, это у нас на Барковском карьере в прошлом году было, и в Шилово тоже самое. И хотел бы сразу вот в свете этого отметить, что в прошлом году было поручение президента по увеличению количества пляжей. И после этого поручения в нашем субъекте была принята поправка программы по снижению рисков, в результате которой на три года взято обязательство, и будут открыты 29 муниципальных общедоступных пляжей. Если у нас сейчас 25 пляжей на всю область, то добавится еще 29. То есть в каждом муниципальном образовании будет не менее одного общедоступного пляжа. И вот на этот год запланировано 12 общедоступных пляжей, которые вот сейчас уже практически работа полностью завершена. В последнее время, но за прошедшие годы мы все равно замечаем, что на воде становится все больше маломерных судов, катеров, гидроциклов. Вот для них какие правила существуют, так скажем, передвижения по водной глади? Ну, во-первых, с прошлого года у нас действует 36-й федеральный закон, который ввел новое понятие маломерного судна. Если раньше у нас под надзорный гимн суда были надувные лодки 225 и выше, там байдарки 150, грузоподъемности выше, то теперь верхний предел – это 20 метров длиной, 12 пассажиров вместимости, используемые в некоммерческих целях. И нижний предел – это масса 200 килограмм, и в случае установки двигателя до 8 киловатт или это 10-88 лошадиных сил. Значит, все суда под надзорный гимн, а подлежат регистрации – это вот с нижнего предела, с 8 киловатта установки и до 20 метров длиной. Хотел бы сказать и напомнить, что некоторые люди не совсем в курсе, что до 5 лошадиных сил или 3,68 киловатта мощность двигателя регистрировать, и не нужны права. До 8 теперь и не нужно регистрировать, но права до 8 киловатт все равно нужны. Также вот насчет гидроциклов хотел бы сказать. У нас такая тенденция, что, как правило, владельцы гидроциклов, опираясь на то, что якобы очень большой налог, но налог и на самом деле не маленький, но это, извините, не средство первой необходимости, они не хотят регистрировать лодки, потому что, ссылаясь на то, что они там 2-3 раза за сезон выйдут, а платить там под 50-60 тысяч им налог нужен. Я вот хотел бы, уже как-то я говорил об этом, что сейчас уже принято постановление правительства Рязанской области об штрафстоянках, то есть те организации, которые будут заниматься сбором этих судов, на которых у людей не будет документов. То есть по нашей статье 11.8.1, если при владельце или у человека, который управляет маломерным судном, нет документов, подтверждающих право собственности на это судно и прав на управление, мы имеем право задерживать это маломерное судно до устранения причины задержания. То есть если он не зарегистрировал, если у него нет соответствующих документов, то вы представляете, сколько это маломерным судном будет находиться на этой штрафстоянке. Посмотрите, получается, что гидроцикл является маломерным судном, для его вождения нужны права, документы. А как часто случаются какие-то инциденты на воде именно с участием гидроциклов и купающихся? Ведь иногда они носятся по реке. Да, к сожалению, в том-то и дело, что очень много жалоб на то, что гидроциклисты нарушают элементарные правила пользования маломерными судами. В соответствии с правилами они не имеют права ближе 100 метров, подъезжать к купающимся. А бывают случаи, жалобы поступают, когда они перед носом, допустим, встречного маломерного судна начинают разные восьмерки выкручивать. То есть мощь очень большая, волну поднимает, то есть рыбакам мешают. Мы пытаемся с ними, конечно, бороться, но вы сами понимаете, что, в общем-то, это не так просто. И чтобы хотелось отметить, вот уже с прошлого года очень много граждан нам звонят. Звонят, что там, допустим, на таком-то водоеме находится маломерное судно, и вот они там ездят. Но дело в том, что не на всех водоемах запрещено на них ездить. Мы приезжаем, разбираемся. Как правило, в прошлом году несколько раз мы выезжали и в Бурки, и на озеро Велье, где задерживали судовладельцев и наказывали их за то, что у них не было регистрации. То есть мы не могли их по статье 18.1 на штрафстоянку, потому что штрафстоянки нет. А к себе мы не имеем права по закону. Мы можем ее только на штрафстоянку определить. То вот я надеюсь, что в этом году, сейчас, в ближайшие, я так думаю, дни этот вопрос уже полностью решит. Мы определимся по самой процедуре оформления этих задержанных судов на эту штрафстоянку. И я надеюсь, что мы все-таки в этом вопросе сможем продвинуться вперед. Станислав Петрович, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли, поделились информацией, дали советы. Ну, а на этом наше время подходит к концу. Мы желаем вам удачи, берегите себя. До встречи в эфире.